Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Сми. И давно мы с вами не виделись, не общались. Прошло уже... Прошло много времени. В последний раз вот таким образом у нас с вами мой монолог и диалог с вами в комментариях состоялся 8 мая. Прошло много времени. Надеюсь, у вас всё хорошо. Вы живы, здоровы, полны сил, энергии. У нас уже появился, так сказать, свет в конце тоннеля. Но, тем не менее, ситуация достаточно неоднозначная, тревожная. Как мы будем выходить из карантина, с чем это будет связано. Ну, давайте я вам представлю свою шаль, которая была приобретена мною в этом году. Шаль посадская. Платок посадский. Ну, а шаль, я не знаю, как называть посадский. Наверное, так. Татьяна Сухаревская. Посмотрите, какой цветочный красивый узор. Есть подробный обзор этой шали. Вы можете посмотреть, если вам интересно. Посмотреть, как она смотрится. И, вы знаете, я когда готовилась к обзору, то я перемирила очень большое количество различных вариантов, что будет хорошо смотреться с этой шалью. И лично для себя я нашла единственно правильный способ ношения этой шали. Это чёрная. Вот видите, сейчас на мне надет водолазка. Можно надеть свитер, можно надеть водолазку. Можно... Ну, вот в чёрном цвете. Я считаю, что это идеальный вариант для такой многоцветной шали, для пёстрых, таких активных принтов в виде цветов, узоров. И она хорошо смотрится. Хорошо смотрится с чёрным. Ну, вот лично для меня. Потому что сам покрой водолазки спокойный, простой. И вот так он, я считаю, что хорошо сочетается. Мне идут чёрные цвета. Я их ношу. Классические чёрные. Ну, вот, на мой взгляд, это неплохо. Напишите, как вам. Нравится, не нравится. Вы знаете, что ещё хотела сказать. С 12-го числа, да, мы как бы активно... Президент объявил, что мы выходим в самоизоляцию. Но сохраняются ограничения для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. И я знаю, что многие вышли на работу. Но, вот, в частности, мы, вот я, да, на работу не вышло. То есть, если мы работаем, то это пока по удалёнке. Но, тем не менее, вы знаете, я могу сказать по нашему региону, по Санкт-Петербургу, что количество заболевших увеличилось. То есть, мы уже второй день подряд в нашем городе идёт заражение. 541 вчера было, сегодня уже 525 человек. То есть, расслабляться и говорить о том, что вирус прошёл и идёт на спад, нет. Нет. Но по России я тоже знаю, что ситуация вроде бы стабилизируется. Но, вы знаете, я читала статьи некоторых врачей. Да, вот, в частности, не помню фамилии главного врача Московской клиники, номер 52. Она говорила о том, что это, знаете, может быть затишье перед бурей. Может пойти на спад, а может быть резкий скачок. В связи с тем, что люди выходят на работу. И поэтому, насколько я знаю, что те, кто работают, их обеспечивают масками, обеспечивают перчатками. У нас в городе введён масочный режим. Маски продаются. Вот я хотела заказать маски. Не медицинская маска. Стоит где-то в перекрёстке около 200 рублей. Там 5 штук. На этот счёт разные там говорят сведения, что кто-то говорит, что маска нужна, кто-то говорит, что маска не нужна. Перчатки, в общем, противоречивые. Но, тем не менее, в метро у нас без масок и без перчаток не пускают. Не пускают. Знаю, что уже открылись у нас в Санкт-Петербурге два крупных торговых центра. Это Мега Дебенко, Мега Парнас. Но, опять же, все ли магазины открылись, я не знаю. Вот Икея, в частности, она расположена в обоих торговых центрах. Там выдают только заказы. То есть, зайти в магазин нельзя, только если у вас есть заказ в интернет-магазине. И, опять же, масочный режим. Почему открыли торговые центры такие большие? Ну, я думаю, что из-за площади. Потому что, если открывать маленькие магазинчики, то площадь маленькая. То есть, люди не могут разойтись, не могут соблюдать социальную дистанцию. Если магазин большая территория, то там есть возможность всё-таки как-то сохранять социальную дистанцию полтора метра. Что ещё? Говорят о том, что парки откроются только уже на третьем этапе, в самом конце. Ну, это объясняют эпидемиологи тем, что люди, придя в парк, ну вот, будет большое количество посетителей. Таким образом, может усугубиться ситуация. Это опасаются. Затем выступил Михаил Петровский, директор Эрмитажа. И он сказал о том, что, конечно, для того, чтобы прийти в Эрмитаж, как и в другие музеи, будут ограничения. Будут ограничения. И вот какие это будут ограничения, пока он не уточнил. Но вот такого свободного доступа в Эрмитаж, как раньше, не будет. В общем, надо к этому привыкнуть, с этим смириться. Что делаю я для себя? Какие выводы я для себя принимаю? То есть буду работать, возможно, на удалёнке. Всё, что возможно делать через онлайн покупки, заказы, всё, что необходимо для жизни, для существования, для питания, мы будем это делать через онлайн. Без надобности выходить на улицу пока мы не будем. У нас самоизоляция продлена до 31 мая. Поэтому там будет видно, посмотрим по ситуации. Говорят о том, что нужно, выходя на улицу, обязательно одевать маски, одевать перчатки, убирать волосы. Потому что надевать или шапку, или платок. Потому что вирус, он имеет способность сохраняться на волосах. Поэтому, в общем, такие вот необходимые меры, предосторожности. Давайте посмотрим, что будет дальше. Пишите, пожалуйста, где вы живёте, какая у вас ситуация. Говорят о том, что в Европе будет вторая волна. Вторая волна. Не знаю, как у нас это будет или не будет. Но, в общем, я так понимаю, что с приходом осени возможно, что всё это повторится. Вот. Ну, естественно, я для себя решила, какие ограничения я для себя веду. Походы по магазинам я не собираюсь. Там, в смысле, одежды, покупки одежды. Всё, что у меня есть, я это буду носить. Ничего я для себя не планирую покупать. Чтобы просто-напросто не рисковать. Кстати, я смотрю одну девушку блогера. Она живёт в Корее. Так вот, она говорит о том, что им, например, при покупке одежды не дают мерить. То есть нельзя примерять. Нельзя на себя надеть ту или иную вещь, которую ты хочешь купить. То есть если тебе что-то нужно, пожалуйста, выбирай размер, подбирай и покупай. А примерка, она не состоится. Вот. Поэтому, насколько это связано с сегодняшним днём, в общем, не знаю. Или это было всегда так, или это вот такие нововведения. По поводу открытия границ. Для России открыли границы государства. Такие государства, как Греция, Исландия, по-моему, и Турция. Ну, мы пока ещё никого не выпускаем. Но они оговорились. Если вы хотите приехать на территорию этого государства, вам должны сделать тест. И уже по результатам этого теста вы будете либо на карантин помещены, с дальнейшим лечением. Вот эти нюансы, я не знаю. Либо, ну вот, если всё хорошо у вас будет, вы будете отдыхать. Ну вот, вот этот тест будет обязателен при прохождении границы. Вот. Друзья, у нас тут ведутся ремонтные работы. Жизнь, она продолжается. Поэтому, если вы услышите какие-то посторонние шумы, поэтому не обращайте внимания. Но жизнь продолжается. И, конечно, вас интересует наверняка, как мы проводим свой досуг в таком замкнутом пространстве. Конечно, не хватает очень движения, не хватает выходов на улицу, активности. Но, тем не менее, мы находим какие-то способы для того, чтобы поднимать себе настроение. И вот в последнее время я смотрела сериал, турецкий сериал «Великолепный век». Я уже выложила одно видео, где с понравившейся мне музыкой, если вам это интересует, вы можете посмотреть. Но, вы знаете, сам сериал я как-то, вы знаете, пропустила, когда он начался, когда выпустили первые серии. И я смотрела его, знаете, как-то частями. Мне лично этот сериал очень нравился из хорошей, очень артистки, обаятельной, красивой, которая играет главную роль, Мирьям Узерли. Она играет роль Хюрем. И, вы знаете, как-то я постепенно потом втянулась. Это был... Я уже не помню, какой год я втянулась. Мы смотрели эти серии, транслировались по каналу «Домашний». И каждую субботу и воскресенье мы усаживались и смотрели, что же произойдет в этой очередной серии. Ну, я не буду рассказывать краткое содержание. Я думаю, все любители «Великолепного века» уже знают это содержание. Но, вы знаете, как-то так случилось, что когда из сериала ушла Мирьям Узерли и пришла новая артистка, которая играла роль Хюрем уже в более старшем возрасте, как-то она меня не впечатлила вначале. И вот здесь у нас появилось много свободного времени. И я решила все-таки пересмотреть этот сериал уже как бы вот с того момента, когда вот разворачиваются вот эти все события, когда дети Хюрем Султан и Султана Сулеймана выросли. И что же происходило? И вы знаете, мне очень понравилась игра, как справилась с этой ролью. Вот эта новая артистка, слушайте, вы извините, но я забыла записать ее фамилию, имя. Вы знаете, вот она сыграла зрелую, умную, активную, красивую женщину с волевыми качествами, с характером, с умением, знаете, смотреть вперед. Конечно, вы знаете, это такое название, великолепный век. И действительно, это был период расцвета Турецкой империи, Османской империи. Вы знаете, что в истории мира было много империй. И Российская империя, и Османская империя, и Римская империя. И они, каждая из них переживала свой расцвет, свой закат, свой упадок. И вот наибольшего расцвета, конечно, Османская империя достигла в годы правления Султана Сулеймана. Так называемый великолепный век. Во-первых, они вели, конечно, захватнические войны. То есть большое количество территорий было присоединено, как на востоке, так и на западе. И мощь, силу Османского государства, конечно, олицетворял султан Сулейман, который был десятым падишахом и пользовался уважением во всем мире на тот период. И вы знаете, вот эти любовные интриги, конечно, любая власть, любое высокое положение, любое желание, так сказать, прийти, занять какой-то пост или добиться каких-то успехов, просто так не проходит. Все это связано с борьбой, с интригами, с завистью, убийствами. Все это понимают. И, конечно, сложно жить в таких ситуациях, когда ты находишься, в частности, Хиром-Хатум, Хиром-Султан. Она постоянно подвергалась нападкам со стороны окружающих ее людей. И, конечно, ей было сложно. Она родила четверых Шихзаде, Мехмед, затем Селим, Боизет, Джихангир и единственная дочь султана, Мехримах Султан. Конечно, я могу сказать, что дети разные, всем им нужна была поддержка матери, это понятно. И, в общем, каждый назначенный тот или иной великий визирь, он продвигал свои интересы, поддерживался с женской стороны. Женщины проявили интриги. В общем, захватывающий сериал в таком, в турецком, в турецком исполнении. Но, знаете, не хочу сейчас очень подробно на интригах оставить, а что запомнилось мне. Конечно, я считаю, что турецкие артисты прекрасно справились с поставленной задачей. И их интересно было смотреть на протяжении 139 серий, всего в великолепном веке, 139 серий, несколько сезонов. И, вы знаете, действительно очень хорошая игра. Прекрасно играют артисты, красивые женщины, красивые мужчины. Я даже, честно говоря, и не ожидала, что турки могут быть блондинами с голубыми глазами. Это как считается? В моём понятии мне казалось, что турки – это всегда кореглазые, тёмненькие, с тёмным цветом кожи. А здесь такие красавцы, голубоглазые. Сам Сулейман, он голубоглазый. Затем дети его все, сыновья, дочь, тоже голубоглазые и с русым цветом волос. Очень хорошо играет все причём. Все и молодые артисты, и постарше артисты. Конечно, очень красивые костюмы, очень красивая музыка. Причём композиторы, которые писали эту музыку, их было несколько. И каждый, вы знаете, каждая музыка, ведь музыка отражает, она не только фоном служит, но и отражает внутреннее содержание героя, что сейчас происходит в его мыслях. И, вы знаете, очень красивая музыка, знаете, такая воинственная, которая отражает ход военных событий. Очень красивая любовная музыка, лирика. Но вот это всё, знаете, передаёт колорит турецкой культуры. Она немножко, знаете, такая очень глубокая. Очень, знаете, такая какая-то тягучая. И вот очень много вариаций именно со скрипкой. И, конечно, такая... И в то же время она создаёт такую неоднозначную и тревожные нотки, и романтические нотки, и любовные. В общем, музыка очень-очень красивая. В интернете, если вам интересно, вы можете найти эту всю музыку. Конечно, поработали очень хорошо композиторы. Затем очень интересно смотреть, вот именно, как готовили воинов, да, чему их обучали. Так, например, каждый из маленьких шахзады, из воинов, да, мы янычары, да, янычары, полк янычар, который предан султану. И у них очень интересные костюмы, необычные. Это так называемые госслужащие, да, которые, как у нас сейчас принято, госслужащие, их принимали на учёбу, на подготовку, и они служили по дешаху. И, конечно, вот этот красный яркий цвет, их одежда очень красивая. И сами они отважные, воинственные, дрались за жизнь и за смерть. В общем, были, так сказать, впереди всех янычары. И очень свободолюбивые. Вот так они, например, были преданы Шахзаде Мустафе. То есть они его поддерживали, они готовы были пойти ради него вплоть до на переворот. Да, и почему вот случилась судьба Мустафы трагическая? Потому что он был поддержан известными беями, политическими деятелями, янычарами. Он обладал реальной властью. И здесь, конечно, повелитель для него, это было очень тяжело принять это решение о казни своего старшего сына. Он это очень тяжело переживал. Вот это, вы понимаете, каково, как тяжело быть отцом и как тяжело быть государственным деятелем. Повелитель, вот эта трагедия султана Сулеймана, что ему приходилось, то есть он как отец жалел, но в то же время как повелитель, как государственный деятель, для него это был очень тяжелый крест судить своего сына. И он очень долго думал, он долго мучился. И после казни он тоже долго мучился, никак не мог это забыть. Потому что это твой ребенок, это твой ребенок, а ты должен его наказать жестко, как повелитель. Вот эти противоречия, они очень тяжело давались султану Сулейману. И, вы знаете, он по характеру был, конечно, таким философом. Он был мыслителем, он не был диктатором. Он хотел сделать как бы все по совести, все по-хорошему. Но, к сожалению, вот этими его качествами, благородством многие пытались воспользоваться. Вплоть до того, что даже его близкие люди, его сестры, вели закулисную борьбу и поступали не самым лучшим образом по отношению к нему. И вот, вы знаете, многие так хотят получить вот эту власть, но эта власть, получив эту власть, нужно уметь остаться человеком, не вознестись, не задрать нос, чтобы тебя не обуяла гордыня и высокомерие. Потому что, если в человеке есть гордыня и высокомерие, то это его обязательно накажет, это съест его, это его сожжет внутри. И так, кстати, случалось со многими государственными деятелями, в частности, великими визирями. Так, например, Ибрагим Паша, Рустем Паша. Все они, все их благие начинания заканчивались тем, что они считали себя на вершине, что они могут решать судьбы людей. И вот это высокомерие, уход от реальности, к сожалению, сыграл с ними злую шутку. И вы знаете, я также еще хочу сказать по поводу, очень интересно, как готовили воинов. Да, я начала с того, что их обучали стрельбе из лука. Затем владение мечом. Затем рукопашный бой. Кстати, вот там есть очень интересный герой от Манша. Он был предан Мустафи. И насколько он владел тактикой ведения рукопашным боем. То есть он такой был бесстрашный воин. То есть они даже просто рукопашным боем, без каких-либо кинжалов, без каких-либо саблей, они могли справиться с большим количеством людей, их победить. То есть это тоже искусство борьбы. В общем, там очень много интересных моментов. Даже вплоть до того, что вот такие нюансы, когда султан Сулейман со своим старшим сыном Мустафой, они тренировались и они боролись. И султан выбил саблю у Мустафы. Он ему сказал, где твое второе оружие. То есть второе оружие должно было быть за поясом в виде кинжала. То есть вот настолько вот эта вся продуманность, даже в организации своего обмундирования. И очень интересные моменты, когда они надевают свои доспехи, кольчугу. Вот этот колорит того времени. Очень интересно посмотреть. Потом, знаете, вот эта тема рабства, она очень хорошо прослеживается в Гареме. В Гареме рабах, которые прислуживают, их захватывают турецкие воины, привозят к себе в Турцию, и эти рабы им служат. И что жизнь человека, когда он раб? Она, как говорится, не стоит ломаного гроша. Вот эта покорность. Сколько жизней было потеряно людей из-за того, что он раб. Он не имеет возможности ослушаться своего хозяина. Он должен выполнять то, что ему сказал хозяин. И неважно, что через какое-то время он расстанется со своей жизнью. То есть вот эта тема рабства, она, конечно, сквозит во всём сериале, сколько погибло людей ради вот этих различных выяснений отношений, всех этих перипетий, которые были и в Гареме, и во власти. То есть человек подневольный, он раб. И даже вот один из героев, Симбюляга, те, кто смотрел сериал, он, когда его Хюрем Султан дала ему вольное, он не знал, что с этой вольной делать. Он всё равно его тянуло обратно. И он пришёл обратно, и служил и Хюрем Султан, и её дочери Мехримах Султан. Поэтому вот эта тема свобода рабства, она, конечно, присутствует в этом фильме. Конечно, я могу сказать, что Султан Сулейман, он был и счастливым человеком, потому что у него были дети, у него была любимая жена. Кстати, он первый из султанов совершил брачный обряд в никах и женился на своей фаворитке. Предварительно он дал ей свободу, он её освободил от рабства. В общем, много там очень интересных деталей. И, вы знаете, последние годы жизни Султана Сулеймана, они сопровождались тяжёлой болезнью, подагрой. Это нарывы на ногах, язвы. И, вы знаете, свою жизнь он закончил в походе. Ему было уже 71 год, когда он вышел в поход. И современники с восторгом говорили о том, что он, как и в молодые годы, полусил энергии, что он хочет выйти в поход. Современники были восхищены, несмотря на то, что ему всё это очень тяжело давалось. Лекари его отговаривали, что он не ходил в этот поход, что возможно, что он из этого похода не вернётся. Но, тем не менее, этот волевой, сильный человек, несмотря и превосмогая эту боль, пошёл в поход. И уже в последние моменты ему давали специальное лекарство, чтобы эта боль была, утолить эту боль. И он понимал, что это лекарство, оно принесёт ему смерть. Но, тем не менее, для того, чтобы воодушевить своих солдат, для того, чтобы дать распоряжение своим военачальникам. И вот последняя серия, 139-я, это всё показано. И ему желали, чтобы ваш поход был лёгкий, да вознесётся ваша сабля до небес. И там, вы знаете, конечно, он, к сожалению, закончил свою жизнь, но солдаты взяли крепость, которую они хотели взять. И он умер героем. Он умер героем, он умер победителем. И там звучит очень красивая мелодия, которая мне очень нравится. Она есть, кстати, в видео, где музыка любви, она третья. Третья, там три мелодии, и вот эта последняя третья. Это такая тема, она появилась только, по-моему, в последних сериях, в этом последнем сезоне. Вот эта тема воспоминаний, тема как бы семьи, тема любви, тема ухода в то же время. И заканчиваются последние вот эти секунды этой мелодии, как будто, вы знаете, человек просто уходит в какое-то иное пространство. Поэтому я с удовольствием посмотрела эти серии последнего сезона. Они, конечно, немножечко такие... Можно продолжительные, там по два часа, и они могут казаться очень длинными. Но, вы знаете, это специфика вот этих моментов, состояния султана Сулеймана, его размышлений, его каких-то тягостных мыслей. Вообще, конечно, молодцы и режиссёры, и сценаристы, и актёры, и композиторы, и все, кто работал над трюками, и операторы. Это большая, конечно, работа и большой успех. И недаром великолепный век он прошёл во всех странах и пользовался большой популярностью. Поэтому тем, кто не смотрел, посмотрите, или пересмотрите, или просто освежите свои впечатления. Много философии, много историй, много исторических фактов. Есть о чём подумать. О том, что все мы, наши жизни, наши жизни, это какое-то мгновение. И мы лишь как бы такие песчинки в этом большом мире. А с вами была Анна Смей на канале Питер Видео. Пишите, смотрите ли вы этот сериал, кто из героев вам понравился, что вы поняли, что вам было интересно. Слушайте музыку, смотрите сериал. Всего вам хорошего, до свидания, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.